В этом уроке мы с вами рассмотрим jQuery методы для замены, удаления и клонирования дом элементов, а также их содержимого. Первый метод, который мы рассмотрим, метод replaceAll, который принимает в качестве параметра selector и заменит каждый из указанных элементов, то есть те, которые вы передадите ему в параметре selector, на конструкцию элементов, относительно которых он вызван. На схемах это проиллюстрировать не очень просто, поэтому мы с вами рассмотрим это на примере. Следующий метод replaceWith, который уже принимает какой-либо контент и заменит каждый из отобранных элементов, то есть тех, к которым данный метод применен, на HTML конструкцию или дом элемент, который передан ему в качестве параметров. Следующий метод, метод empty, он удалит все дочерние элементы из тех, относительно которых он вызван. И заодно удалит обработчики событий всех этих элементов, так что будьте внимательны. Следующий метод remove, он не просто удалит все дочерние, а заодно еще удалит и сам элемент или элементы, относительно которых он вызван. И также удалит все обработчики событий для элемента, к которому он вызван и для внутренних, то есть дочерних и потомственных ему элементов. Также он принимает параметр expression, здесь может быть фильтр или селектор для дополнительной фильтрации тех элементов, которые вы отобрали. То есть если вы все-таки хотите удалить не все из них, а там допустим, не знаю, четные, нечетные, в общем, те, которые вам нужны. И следующие две реализации метода clone, первый метод просто клонирует все отобранные элементы, а второй метод заодно и обработчики событий для этих элементов. Причем будет он клонировать обработчики или нет, зависит от булевого параметра handlers, который ему передается. То есть, соответственно, если параметр handlers true, то данный метод скопирует как элементы, так и их обработчики. В противном случае скопируют, опять же, просто элементы. Теперь давайте-ка все это посмотрим на примере и разберемся в этом подробнее. Открываем файлик rrc start, то есть removing, replacing, copying. Так, свернем опять же блок со стилями, чтобы он нам не мешал. И приступим к замене наших всевозможных элементов. Так, начнем мы с чего? А давайте начнем, например, с клонирования. Клонируем все наши параграфы и вставим их после нашей с вами ссылочки. Заодно не забываем повторять то, что прошли в предыдущих уроках. Видите, здесь мы повторяем и методы insertAuto, и соответствующие селекторы и фильтры. В данный момент я применяю фильтр атрибутов, который проверяет значение атрибута href для всех ссылок в нашем документе и отберет ту ссылку, которая содержит в своем атрибуте href строчку google. Не забываем заключить ее в кавычки. Итак, сохраняем документ, идем в браузер, проверяем, что у нас получилось. Как видите, все наши параграфы скопировались после нашей с вами ссылки. Давайте сделаем так, чтобы показать, что заодно можно клонировать и события. Поэтому для всех параграфов документа создадим события клик. Сейчас не обращайте на это внимания, это мы будем рассматривать позже в курсе. Работу с событиями, перехватах и все такое. Но сейчас я просто хочу вам продемонстрировать данную возможность. Давайте создадим еще один стиль. С4. Какой-нибудь посветлее цвет. Так, свернем опять блок со стилями. В общем, по клику на каждый элемент будем менять его класс. Вернее, не менять, а либо добавлять класс S4 к данному элементу, либо снимать данный класс с элемента, если он им обладает. И здесь укажем параметр true. Вот, смотрим, что получилось. Идем в браузер, обновляем страничку. В общем, смотрите, по клику на каждый из наших параграфов, либо у нас добавляется класс S4, либо снимается. И, как видите, на скопированные параграфы то же самое. По каждому клику либо добавляется класс, либо убирается. Теперь идем в Dreamweaver и зададим здесь параметр false. То есть, теперь, в общем-то, все то же самое. Но, как вы видите, на основных параграфах по клику происходит событие. На тех, которые мы клонировали, событие не происходит. Потому что оно скопировано на данные. Новые дом элементы не было. Так, снова идем в Dreamweaver. Посмотрим, как работают методы empty и remove. Давайте удалим наш параметр. Прошу прощения, параграф с id middle. Эту строчку давайте-ка я не буду убирать, пускай остается. Просто закомментим ее. А для нашего параграфа с id middle применим метод remove или empty. Ну, вернее, применим и тот, и другой. И посмотрим, что у нас с вами получится. Давайте для начала применим метод empty. Сохраняем документ, идем в браузер, проверяем, что у нас получилось. Видите, нашего параграфа с id middle больше как бы нет. Но, однако, если мы вызовем дом инспектор, то заметим, что параграфов есть, да? Просто у него внутри больше ничего не лежит. Вот. И как бы мы можем добавить ему внутрь что-либо. Например, давайте добавим ему, используя метод append, какой-нибудь новый контентик, да? Просто new text и new paragraph. Сохраняем документ, идем в браузер, проверяем, что получилось. Ничего не получилось. Почему? Потому что здесь я неправильно назвал метод. Видите? Буква m вместо буквы n. Сохраняем документ, идем в браузер. Ну, и теперь все уже получилось, как было задумано. А вот если мы вместо метода empty используем метод remove, то такое уже у нас с вами не пройдет. Почему? Сейчас все объясню. Сохраняем документ, идем в браузер смотреть. Вот. Как бы текст не добавился. Почему? Да потому что такого элемента теперь у нас в дом модели просто нет. Смотрим. Есть два параграфа. Один и второй. А того, который с idmidl просто не существует. Поэтому добавить к нему какой-то новый контент просто невозможно. Вот. Ну и методы replace. Тоже давайте-ка с ними что-нибудь попробуем сделать. Давайте вот так сделаем. Сначала применим метод replaceAll. Вот. Заменим все наши span элементы на параграфы. Хотя нет. Зачем на параграфы, да? Заменим, например, на такие вот теги strong. Так, не забываем ставить кавычки. На теги strong, в которых будет лежать текст о том, что здесь был параграф. Here was a... Ой, сори. Не параграф, а span. Here was a span. Сохраняем документ. Идем в браузер смотреть, что получилось. Обновляем. Вот. Как бы везде, где у нас был какого-то span блок, видим соответствующий текст. Вы сейчас, наверное, заметили, что спанов у нас было три, а вот этих вот тега strong, да, жирных, только два. Почему? Потому что у нас, если мы посмотрим на структуру документа, да, один из спанов лежит внутри другого. Это значит, что вот он этот внутренний заменился, а потом все содержимое внешнего, опять же, и сам этот внешний, заменилось на вот такую вот синтаксическую конструкцию. Следовательно, остался, опять же, только один вот этот тег strong. А вот здесь, который был еще один, он заменен своим, назовем это потомком, да. Ну и давайте-ка еще применим метод. Replace with. Для этого все наши параграфы заменим. Replace with. Опять же, какую-нибудь простенькую конструкцию сюда добавим. Заменим на div. С текстом параграф. Сохраняем документ, идем в браузер смотреть, что получилось. Вот, все наши параграфы заменились на соответствующие им div. Можно убедиться в этом, опять же, вызвав дом-инспектор и посмотреть, что теперь ни одного параграфа у нас в документе нет. Вот. На этом урок мы с вами заканчиваем и увидимся уже в следующем. Будем изучать другие возможности нашего с вами jQuery фреймворка. Всего доброго. Всего доброго.